Провожать на покое легендарные автомобили всегда грустно, тем более такие, как Митсубиши Паджеро. Разойдясь суммарным тиражом 3 миллиона 300 тысяч экземпляров, до своего 40-летия японский внедорожник не дожил буквально несколько месяцев. Последним для этой модели поколением оказалась четвертая, образца 2006 года. Хотя фанаты имеют полное право возразить, по факту четвертая генерация представляла собой не очень глубокую модернизацию третьего Паджеро, образца 1999 года. Сам уход легенды вышел постепенным. Три года назад машина покинула европейский рынок, а затем японский и российский. Теперь собрана действительно финальная партия, 800 экземпляров которой отправятся на зеленый континент. Увы, но прощальный тираж оказался скромным на обновления. Австралийские дилеры, а это делали именно они, наклеили шильдики, уложили коврики, да поставили дефлекторы на капоты. Но и рисовали сервисные книжки по кожаным папкам. На этом история классического равного Паджеро заканчивается. Если компания вознамерится выпустить под легендарным именем новую модель, то технически это будет перелицованная версия нового Ниссана Подфайндер. И большой вопрос, примет ли публика такую замену. И, кстати, любопытный факт. На испанском языке слово «пахеро» — это известное ругательство. Поэтому для Испании, Мексики и других испаноязычных стран автомобиль сменил название на политкорректное «Монтеро». Хорошо это или плохо, но Альянс Телантис решил как минимум на ближайшие 10 лет сохранить весь ассортимент имеющихся брендов. Это значит, что полуживые «Лянча» и «Крайслер» будут реанимированы. А малопопулярная «Альфа Ромео» и британский «Вокс Холл» не закроются. Каждая из 14 марок вскоре получит собственную программу развития. Притом маркетологам придется здорово потрудиться, дабы развести производителей по разным рыночным нишам. Понаблюдаем, что же из этого получится. Продолжая тему Стелантиса, дадим короткую новость от бренда «Абарт». Итальянцы построили «Спайдер» под названием «1000SP», надев оригинальное оперение на среднемоторную двухдверку «Альфа Ромео» «Quattro Chi». Таким образом, «Абарт» помянул собственную одноименную гоночную модель 1966 года. Правда, зачем это сделано, совершенно не ясно. Донорская «Альфа» больше не выпускается, так что дело ограничится сборкой лишь одного экземпляра, который покрасуется на ретро-выставках.